На Хабаровском заводе строительной керамики сменилось руководство. Сегодня журналистам представили нового директора предприятия, которое выпускает кирпичи для большинства строя города и края. Каковы перспективы развития производства, расскажет наша коллега Наталья Чернышева. Производство керамического кирпича запустили в Хабаровске 7 лет назад. Все это время предприятие пыталось выйти на проектную мощность – 30 миллионов штук в год. Но работало фактически себе в убыток. Стоимость продажи кирпича была ниже его себестоимости. Об этом рассказал сегодня журналистам новый директор завода. Страдало качество продукции, что, естественно, не могло позволить завоевать рынок строительных материалов. Нельзя было диктовать свои цены, потому что есть конкуренты, которые демпинговали цены, но и не давали заводу получить финансовый результат. Сегодня завод выпускает два вида продукции. Новый руководитель намерен увеличить долю производства пустотелого кирпича. Он на 700 граммов легче полнотелого, и его выпуск выгоден для предприятия. Еще он имеет более высокие характеристики по теплой шумоизоляции и может создать конкуренцию привозному материалу. Практически все городские стройки, где используется кирпич, обеспечиваем мы. Привозят в основном с запада облицовочный, разноцветный кирпич. Ну, если наш кирпич стоит оптовая цена 12,50, то облицовочный кирпич западный, он стоит 30-40 рублей за штуку. Чтобы построить сушильный цех, глинохранилище и паровую котельную, завод получил от Хабаровского центра инновационных технологий порядка 400 миллионов рублей. За предприятием накопилась большая задолженность, и ее нужно постепенно погасить. А для этого существенно увеличить объемы продаж. Сейчас поступили предложения от организаций, в том числе из Приморья, которые готовы брать нашу продукцию круглый год, причем по ценам выше, чем мы отпускаем на внутреннем рынке Хабаровска. Это даст возможность стабильно работать. В августе новый руководитель завода повысил розничную и оптовую стоимость пустотелого кирпича на 50 копеек. Это позволило предприятию свести убыточность к минимуму и даже получить первую за 7 лет прибыль – 3 миллиона рублей. Наталья Чернышева и Сергей Михайловский. Смотри Хабаровск. В ноябре руководство предприятия также планирует повысить стоимость полнотелого кирпича.